Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. С вами снова Умм Малик, и мы с вами продолжаем рубрику «Моё имя на арабском». Делитесь этим видео, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите в комментариях те имена, которые вы хотите увидеть в следующих видео. Среди комментариев я увидела запрос на написание следующих имён. Это имя Эльза, Эльвира и Алина. И сегодня мы будем говорить именно об этих именах, иншалла. Итак, начинаем. Начнём с имени Эльза. Конечно же, стоит сразу отметить, что в арабском языке отдельной буквы Э нету, хотя в разговорной речи иногда она встречается, но на письме такой буквы нету. И более близкая этому будет всё-таки буква И. И в арабском языке также мы её будем использовать. Это «хамзэскэсрэ». Я склоняюсь к тому, что всё-таки ближе к русскому звучанию будет звучание Ильза, а не Альза. Поэтому мы возьмём это за основу. Для того, чтобы передать гласный звук Э, а за основу мы взяли И, да, потому что в арабском языке нету такой буквы отдельной Э, мы возьмём Алиф, которую напишем сверху вниз, как ровная высокая линия, и внизу под ней поставим знак Хамзэ и наклонную линию, да, которая будет нам в сочетании вот эти три знака, то есть Алиф, Хамзэ и то, что называется костра, наклонная линия внизу будет давать звук И. И затем, да, следующую букву мы возьмём, это буква ЛЯМ, то есть нам надо сказать ЭЛЬ, да, или у нас будет ИЛЬ. Для этого, опять же, такой же высоты, как и Алиф, и тоже тянем до строчки, но уже поворачиваем влево и по строчке также ведём. Да, то есть мы видим одной длины, но разница между первой буквой и второй – это соединение с последующей буквой Алиф, а в данном случае это Хамзэ, которая под ней имеет такую подставку Алиф, она не соединяется с последующей. Итак, после того, как мы сказали ЛЯМ, да, нам нужно поставить знак СУКУНА сверху, который говорит, что после него нету никакой гласной буквы. ИЛЬ ЗА, затем буква ЗАЙ и ФАТХА. Обычно в именах иностранного происхождения для долготы в конце ставится Алиф, да, то есть после харфы ЗАЙ, который пишется С, сверху, вниз, и уже в отличие от предыдущих всех букв, опускается ниже строчки, обратите внимание, и точка пишется сверху, вместе с ФАТХА, которая дает звук ЗА, да, но если мы скажем ИЛЬ ЗА, как бы коротко, ИЛЬ ЗА, нам надо долго, и ставим Алиф. Итак, у нас получилось ИЛЬ ЗА, если араб скажет, он скажет ИЛЬ ЗА. Следующее имя – это имя ИЛЬ ВИРА, да, ИЛЬ ВИРА, и оно похоже на предыдущее, то есть начало будет точно такое, ИЛЬ ХАМЗА с Алифом и с КАСРАЙ, ЛЯМ СУКУНОМ, и затем переходим к интересной букве, это буква какая В, да, буква В, интересна тем, что в арабском языке нет буквы В, и обычно в иностранных словах вместо буквы В используется буква, которая наиболее подходит к ней, да, и ее глухой вариант – это буква Ф, поэтому ИЛЬ ВИРА в арабском воспроизведении будет ИЛЬ ФИРА, ИЛЬ ФИРА, да, для того, чтобы написать В, в частности, буква Ф, мы напишем такой кружочек, который будет чуть-чуть выше над буквой, в соединении с предыдущей буквой, и на строчке у нас полностью буква пойдет, точка сверху. Еще такой важный нюанс, иногда в таких словах, чтобы показать, что это именно буква В, передают такую букву В, пишут как и Ф, но три точки сверху, но в арабском алфавите такой буквы нету, это просто такие дополнительные, какие-то буквы уже изобрели, да, как, можно сказать, как транскрипция, но если только арабскими буквами, то это будет буква Ф с одной точкой сверху. Для того, чтобы сказать долгий, да, ИЛЬ ВИРА, у нас ВИ, то мы под буквой Ф изначально поставим кастру снизу, палочку наклонную, и после этого поставим букву Я. Буква Я пишется, небольшое поднятие вверх и опущение на строчку, и обязательно пишем две точки снизу. Итак, у нас вышло ИЛЬ ФИ. И теперь, чтобы показать букву РА, очень схожа на то, как мы писали буквы ЗАЙ в предыдущем имени ИЛЬ ЗА, да, или АЛЬ ЗА. Такая же буква в написании, только без точки, и это будет РА. Сверху пишем ФАТХУ, которую дает А, и АЛЬ ВДОЛГУ, да, которую мы используем часто в именах иностранного происхождения, то есть неарабским. Итак, у нас получается ИЛЬ ФИРА, да, арабские, или арабы скажут это как ИЛЬ ФИРА. И возьмем еще одно имя, да, напоследок из тех, которые вы просили, это имя АЛИНА. Как ни странно, начинание будет такое же, то есть мы пишем АЛИФ, но уже у нас будет использоваться не буква И, да, а буква А. Но в написании, в начале тоже эта буква пишется с АЛИФом. Но ХАМЗА будет писаться сверху, и мы будем писать уже наклонную черточку сверху, что будет давать звук А, мягкий А. После этого у нас тоже буква ЛЯМ, да, но уже мы говорим АЛИНА, да, АЛИНА, то есть мы не говорим АЛЬ, как было там в слове ОЛЬВИРА, например, да, а мы говорим АЛИНА, то есть у нас будет ЛЯМ с КАСРАЙ. Мы пишем наклонную черточку по ЛЯМ, и опять же долгий, как это было у нас в имени предыдущем ИЛЬФИРА, да, или ИЛЬВИРА, там у нас было долгий И тоже. Здесь также мы пишем Я с точками, с двумя точками внизу, и после этого у нас идет буква НУН. Буква НУН, она в написании по форме напоминает и предыдущую букву, но точками она отличается, то есть у нас буква НУН, это одна точечка сверху, и ФАТХА. Но нам опять же надо показать, что это долгий ХАРФ, НА, АЛИНА, да, АЛИНА. Поэтому мы добавим тоже АЛИВ, как и в предыдущих двух именах. Итак, сегодня мы с вами также третье имя разобрали, это АЛИНА, АЛИНА. И, кстати, в арабском языке такое имя есть в вариации просто ЛИНА, то есть если мы заберем первую букву, у нас по сути получится имя ЛИНА, то есть с бонусом мы узнали еще дополнительно одно имя, это имя ЛИНА. Кстати, это имя может писаться также и с Тамарбутой, которая пишется как флажок с двумя точками. Тамарбута – это графический признак женского рода. В произношении при остановке мы произносим ее как буква Г, поэтому у нас может это звучать как ЛИНА, ЛИНА. Тут будет произноситься последнее гласное, более короткое в таком написании. И оно имеет очень хорошее значение. И если вы знаете это значение или знаете значение этих трех или четырех даже имен, которые мы сегодня с вами разобрали, пишите под видео. Итак, мы сегодня с вами разобрали три имени, которые вы заказывали, и одно дополнительное. Делитесь этим видео, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите в комментариях те имена, которые вы хотите увидеть в этой рубрике в следующих видео. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.